ДИСК Напоминаю, этот отзыв – часть моей новой публицистической книги. Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами Тайного общества ДИСК? Она – сборник моих отзывов на их книги. Отзывов с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка книги. Электронную версию книги можно будет приобрести по ссылке под роликом. Если кратко охарактеризовать эту книгу «Снега Берглиона» Михаила Рахмансова, то о ней можно сказать. Эта книга – это, так сказать, красавица и чудовище Михаила Рахмансова. При этом в роли чудовища здесь Ричард. Вообще, «Повесть Снега Берглиона» – это четвертое произведение о Ричарде Блэйде. И также нужно добавить – это второе полностью русскоязычное произведение о нем. Второе после «Пустоцветов Меотиды». Михаил Нахмансов написал ее в 1994 году под псевдонимом Михаил Ахманов. Но и получается, с какого боку не смотри, это одно из первых произведений о Ричарде. Произведение, так сказать, о начале его карьеры – карьеры путешественника по параллельным мирам. На земле его действие происходит в 1969 году. Я в свое время прочел эту книгу в сборнике 1994 года издания. В сборнике Ричард Блэйд Герой. Вот как выглядит обложка сборника. Главная особенность этого произведения в том, что в нем Михаил Нахмансов не смог удержаться от откровенной иронии над Ричарда. Точнее, над откровенной иронией над тем, что он постоянно весть по горло борьбе и любви. И особенно любви. Но перед тем, как рассказать о приключениях Ричарда в очередной параллельной реальности, нужно немного рассказать о его любовных переживаниях в реальности нашей. Дело в том, что Ричард совершенно сам не свой после путешествия в Меотиду. Точнее, после ее прекрасных амазонок-воительниц. На их фоне женщины Земли стали ему казаться, мягко говоря, не очень привлекательными. И он даже несколько овладел к своей давней возлюбленной, которую действительно очень горячо любит. Охладел даже к Зое, к Уривалу. И Зое это почувствовала и даже сказала ему, что им нужно на какое-то время расстаться и уехал. Но его не пробило даже это. Он по-прежнему бредит прекрасными амазонками Меотиды день и ночь и ничего не может с собой поделать. Ситуацию также усугубляет то, что в его путешествиях в иные реальности перерывы. И они не могут его отвлечь. Лорд Лейтон разработал новое техническое устройство – спейсер, которое можно вживить Ричарду под кожу. И если ударить по этому спейсеру, то Ричард мгновенно вернется в нашу реальность. Но ему нужно время, чтобы все это проверить, опробовать, испытать. И пока все вот эти вот испытания идут, Ричард вынужден киснуть на нашей Земле. Но, понятно, однажды испытания спейсера заканчиваются. Помимо спейсера, Лорд Лейтон разработал еще одно устройство, которое, говоря современным языком, можно назвать мыслесенсором. И этот мыслесенсор, цель этого мыслесенсора – помочь Ричарду в выборе реальности, так сказать, нужной землянам реальности. Мыслесенсор должен перенести Ричарда в ту реальность, о которой он сейчас думает. Вернее, в похожую реальность, но ту, о которой он сейчас думает. И именно это и сыграло очень злую шутку. Так получилось, что Ричард непосредственно перед перемещением вдруг представил ровную белую поверхность. И именно на такой ровной белой поверхности он и оказался. На огромном, заснеженном и совершенно голом пространстве при 20-ти градусном морозе. Но я напоминаю, он оказался там совершенно голый. Конечно, любой нормальный человек на месте Ричарда тут же ударил бы по этому самому спейсеру и немедленно вернулся бы в нашу реальность. Но не Ричард. Он решил вначале осмотреться и обнаружил свежий санный след. И он побежал по этому самому санному следу. В конце этого санного следа он обнаружил юрту, вокруг которой отдыхали собаки. Собаки, увидев его начали лаять, из юрты выбежал человек. Но и Ричард уже практически ничего не соображающий от холода побежал к этому человеку. Человек начал ему кричать и махать руками, но Ричард уже, повторяю, ничего не соображал. И поэтому перед самой юртой он провалился в присыпанную снегом полынью. Тут бы ему и конец, но собаки оказались не такими, как у нас на земле. Они оказались куда крупнее, а самое главное, они были обучены, как действовать в таких ситуациях. И они тут же кинулись в воду и вытащили Ричарда. Дальше, понятно, он попал в юрту и выяснил, что человек, который его встретил, женщина. Ну и понятно, эта женщина оказалась очередной сногсшибательной красавицей. Вот здесь, собственно, Нахмансен и позволил себе насмешку над Ричардом, как над героем-любовником, в полной мере. Женщина начала, так сказать, его реанимировать, но и в процессе этой реанимации, понятно, соблазнила. Впрочем, Ричарду было уже, как говорится, всё до фонаря, он был на всё согласен. Это, понятно, изменяюсь за тавтологию, можно понять. К этому нужно добавить, что эта женщина только что спасла ему жизнь. Дальше она провела с ним, скажем так, некие процедуры, на которые тоже Ричарду было уже наплевать. И они уснули. Ричард ещё не знал, что эта женщина ведьма, ну или волшебница, как кому больше нравится. Ведьма или волшебница в прямом смысле этого слова. Мир, который на этот раз попал Ричард, очень необычен. И он полная противоположность Альбе, Кату и Меотиде, которые находились по уровню развития в классическом Железном веке. Это очень древний мир, когда-то намного технологически превосходивший Землю. И цивилизация в нём существовала миллионы лет. Но большинство землян оставили нашу планету уже тысячи лет назад и поселились на планетах у других звезд. На Земле осталось очень мало людей, и она вымирает. Поскольку солнце греет всё слабее и слабее, и она элементарно замерзает, наша планета. Ну а потомки землян уже давным-давно забыли о своей природе. Но кое-какие знания, которых понятия даже не имеет наука Земли, тем не менее, это цивилизация и её остатки ещё сохранили. Точнее, их сохранили немногие избранные. И женщина, её зовут Аквелания или Аквия, числу этих избранных как раз и принадлежит. Её возможности намного превосходят возможности обычного человека. И поэтому после пробуждения сразу началось веселье. Ричард проснулся в образе чудовища. Пока он спал, на его теле отросла густая шерсть. По густоте и по длине намного превосходящая медвежью. В ярость он эту женщину чуть не убил, но она сумела ему объяснить, что она может не только вырастить на этот покров, на нём этот покров, но его удалить. И кроме как, она этого больше не сможет сделать никто, потому что этот секрет знают немногие. Вернее, очень немногие это смогут сделать, но он вряд ли их найдёт на этой умирающей планете. Кого-то кроме неё, кто может это сделать. Кроме того, другого выхода попросту нет. Так у неё нет дополнительной тёплой одежды. А кругом на многие тысячи километров льды. А ей очень нужно добраться до такого Берглеона. Точнее, до такого замка помнящих, в котором ещё сохраняются высокие технологии. Но, учитывая, что это путь на тысячи километров, и по ледяной огромное равнение, это практически для женщины нереальная задача. Даже учитывая, что она волшебница. Ричард, оказывается, попал на поверхность покрытого льдом океана. И на этой поверхности ещё полно агрессивных форм жизни. И биоценос этой системы крайне интересен. На суше, на этой планете, но вернее, на этой реальности нашей Земли, давно уже нет никакой жизни, так как она не родит. Но на ледяной, покрытой льдом поверхности океана, ситуация несколько другая. Лёд на этом участке океана, причём этот участок большой, на тысячи километров, не особенно толстый. Поэтому крупные морские животные могут пробиться сквозь этот лёд на поверхность. Кроме того, есть естественная половина. И это позволяет местным обитателям питаться морскими существами, а также друг к другу. Кроме хищников, здесь есть ещё и люди, каннибальские племена, которые питаются морскими животными, наземными хищниками, ну а также друг к другу. И аквии добраться через этот ледяной ад до Берглеона практически нереально. Поэтому она и поступила с Ричардом, не совсем честно, но она просит его её простить. И кроме того, как только они доберутся до Берглеона, она сразу же обещает с него эту медвежью шкуру удалить. И вот здесь и возникает предельно комичная ситуация. И Ричарду очень нравится аквия. И понятно почему. Ей до неё, вернее, далеко, что прекрасным амазонкам, меотиды, что женщинам Земли. Что в меотиде, что на Земле нет настоящих волшебниц. Вернее, может и есть, конечно. Но, во-первых, они скрыты все, скрывают себя. А во-вторых, что самое главное, у нас нет волшебниц такой немыслимой силы. И уже ясно, что именно аквии по плечу излечить Ричарда от его уже ставшей нездоровой. Страсти к прекрасным амазонкам меотиды. И Ричард тоже очень нравится аквии. И она этого даже и не думает скрывать напротив. Она это подчеркивает. И также она подчеркивает, что хотела его продолжение интимных отношений с ней. Но Ричард, во-первых, обижен. А во-вторых, ему сложно представить себя в образе героя-любовника, пока он, скажем так, находится в образе бурого медведя. Это идиотское, но, как ни странно, по-своему прекрасное. Любовная история продолжается всю повесть. И продолжается она на фоне сражений Ричарда с огромными ледяными драконами-дайрами, другими крайне опасными хищниками и людоедами. И с борьбой ее с прочими опасностями, с которой никакой другой бы человек, кроме Ричарда, элементарно, не вышел бы живым. Понятно, а я в отзыве не могу ответить на вопрос, началась ли плотская рыба между красавицей и чудовищем. Он есть повесть. Финал при этом тоже достаточно неожиданный и, нужно сказать, достаточно неплохой. Ричарду удалось вернуться в наш мир с куда более ценной добычей, чем золотые доспехи, которые он принес с собой с миотидом. Касательно конспирологии. Магические способности Аквии не вымышлены, а не классические способности прямого луча Ивана Ефрива. Безусловно, рекомендую повесть к прочтению. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечной заставке.